Но хочу сказать, что мы с нами. Спасибо. Сергей Дугин ушел в отставку так же тихо, как и руководил городом. На его место уже претендуют оппозиционеры, безработные юристы, первый зам Вячеслав Франк. Как говорят, человек требовательный, но такой же закрытый для СМИ. Депутатов в этом году в целом обсуждали больше. Части даже пришлось сложить свои мандаты из-за скандала с декларациями о доходах. Число политических раненых могло быть больше, только вот депутаты грамотно обходили предписание прокуратуры. В этом году впервые за много лет жители вышли на протест экологический, который довольно быстро окрасился в политический. Люди отстояли сквер на Сахарова. Инвесторам гостиницы Редисон пришлось отказать. Я бы вас, конечно, призывал как губернатора, потому что здесь не получилось, не проходят здесь решения. Надо посмотреть другие варианты. Под конец года люди защищают уже другую зеленую зону – парк имени Ленина. По словам экспертов, градус протеста снизила бы простое взаимодействие с горожанами. О проблемах диалога в течение года сигнализировали из Каменского района. Там политический кризис дошел до открытой конфронтации ветвей власти. Хотя надежды на налаживание диалога были. В районе провели единственное выездное заседание правительства. Но под конец года Барнаул уже обвинили в невнимании. Так что проблемы муниципалитета придется решать и вновь под пристальным взором края. И этот год, к сожалению, еще одно тому подтверждение. Анастасия Драган, День с толком.